Всем огромный привет! Сегодня я очень хочу приготовить блюдо индийской кухни. Главный ингредиент этого блюда это грибы, шампиньоны, ну и конечно же специи. Все мы знаем, что Индия славится своими специями, а главное это гармонично их соединять в блюдах. Блюдо может относиться к разряду вегетарианских, если отсюда убрать один ингредиент, это сливочное масло. Но я не буду этот ингредиент убирать, я буду использовать сливочное масло, но в принципе если готовить на подсолнечном, на каком-нибудь растительном масле, то я думаю, что оно вполне может стать вегетарианским. Как уже сказала, главный ингредиент грибы, ну и остальное это уже добавка и специи. Готовится все очень быстро, блюдо вкусное, как в горячем виде, так и в холодном. Можно его использовать как самостоятельное, так и использовать как дополнение, допустим, к рису. Это первое, к чему, наверное, в Индии его бы приготовили. Поэтому давайте вместе со мной попробуем приготовить эту вкуснятину. Итак, у меня здесь грибочки, помидорки, лук, чеснок, имбирь, соль, куркума, перец черный, здесь у меня зира или же кумин, как ее называют, здесь у меня кориандр и паприка. Я взяла паприку, но в оригинальном рецепте используется красный острый перец. Грибочки, так как они у меня большого размера, такие достаточно крупненькие, я буду разрезать на 4 части. После того, как мы порезали грибы, нам нужно порезать очень мелко лук. После того, как лук у нас нарезан, сейчас я буду включать сковородку и отправлять его туда обжариваться, на сковородку. Включаю сковородку, здесь у меня подсолнечное масло, жду пока оно немножечко растает и сюда буду отправлять лук. Сразу же к луку нужно добавить кумин, либо же зиру измельченную. И доводим наш лук до прозрачности. Тем временем, пока он у нас будет желатиться на сковородке, я буду измельчать имбирь и нарежу еще чеснок. После того, как наш лук немного обжарился, отправляем к нему грибы. Измельченный имбирь и чеснок. Добавляю измельченную паприку. Кориандр. И куркума. Еще немножко черного перца. И все это нужно обжаривать приблизительно 2-3 минуты. Сейчас уже видно, что грибы у нас подружились со всеми тестами. Мы с луком, с чесночком обжарились, поэтому как раз сейчас нужно добавить сюда измельченные помидоры. И нужно все это посолить. Дальше это блюдо нужно протушить под крышкой буквально несколько минут. Все у нас уже приготовилось, выключаем сковородку и в принципе можно уже накрывать на стол. Ну что, давайте попробуем блюдо. Потому что я ждала, я в принципе попробовала его еще тогда, когда оно было горячее на сковородке. Теперь я дождалась, когда оно холодное. Хочу попробовать еще разочек. И уже сказать окончательный вердикт о блюде, которое имеет название пхунакум. Такое, в принципе, запомнить его очень сложно и наверное и не нужно его запоминать. Главное, что это блюдо индийской кухни и главный ингредиент здесь шампиньоны. По вкусу скажу, что здесь все так, как я люблю. Здесь сочетание специй, оно имеет такой остренький вкус. Хотя я не добавляла сюда перец чили острый, а добавила просто черный перец. Но за счет того, что здесь присутствует имбирь, он дает свою остроту. Поэтому блюдо достаточно острое. Если вы не любите острую пищу, то, конечно же, вам нужно либо уменьшить пропорции имбиря, либо убрать его совсем, чтобы оно было совсем не острое. Обязательно к этому блюду нужно подавать еще и зелень, потому что так оно само по себе, хотя и вкусное, но без зелени кажется, что что-то не то. И использовать его можно, я думаю, и нужно использовать вместе с гарниром. То есть приготовьте какую-нибудь кашу, возможно, это будет рис, но я буду экспериментировать с гречкой. Мне кажется, что получится что-то очень вкусное. Без мяса, но жить можно и кушать тоже, поэтому очень вкусно получилось. По моему вкусу мне очень нравится, мужу тоже понравилось. На этой ноте я скажу вам всем приятного аппетита. Экспериментируйте, пробуйте и обязательно ставьте пальчики вверх, если вам нравится, потому что все это я делаю для того, чтобы мне еще и отвечали и готовили. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok